Всем привет, с вами Марина Базилюк, в эфире новости шоу-бизнеса на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Ценим видео с Мадонной за то, что хотя бы на них можно увидеть ее настоящее лицо без тона фотошопа. Заводные танцы с детьми – отдельный вид удовольствия. А теперь шмо дня. Лайва опять делали ход конем, вернее ход кроликам. И представили линейку подарков с ушастыми символами года. Пока все умилялись хвостиком на кладчах, мы пересчитывали ценники на рубли. Ну что сказать. Пушистая шерстяная сумка 1500 евро – 113 482 рубля. Свитшот 680 евро – 51 445 рублей. Но больше всего радует свечка за 180 евро – 13 617 рублей. Жги, смотри и плачь. Если вы как раз собираетесь убирать хрустальные сервизы, басочки можно оставить. Сгодятся вместо хрустальных сапог Y-Project. А что? Лишнее 363 евро сэкономим. На сайте о сумке Lampadaria Dolce & Gabbana пишут. В основное отделение поместится смартфон, кардхолдер и любимая помада. В целом, ключи от дома с собой носить не нужно, когда у тебя в руках лампа за 1 175 000 рублей. Если что, можно продать и просто по дороге купить квартиру. Старые айфончики теперь не так просто заменить на новые с доплатой. Зато из них можно сделать украшения, как из коллаборации ювелирного бренда Менса и художницы Гэп Бойс. Или сим-карты старые можно в браслет переделать, чтобы добро не пропадало. Это мы встречали Новый год у бабушки, решили 2 числа наведаться все-таки в спортзал. И поняли, что кроссовки со спортивным топом нам заботливо утеплили. Или это виртуальный концепт дизайнера Агата Пануччи – одно из двух. Что-то мы уже прониклись годом кролика, хотим носить очки румынского дизайнера Лорена Пипенца. В целом, 238 евро – это не так уж много, за то, чтобы смотреть на мир в пушистой рамочке. Обнаружили роскошный подарок для гуманитария в часы Беггартон Панк без цифр. Нажимаешь на кнопку, на экране загораются слова, которые описывают время. Пол второго без 15-ти час. Шах и мат, технари, мы и без ваших адских чисел справимся. А на сегодня это все. С вами была Марина Базилюк. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Всем привет! С вами Василий Савробец и программа «Свежак» на телеканале Европа в листе в Беларусь. Все или почти все о музыкальных новинках Беларуси. И сегодня у меня в гостях стилист и гитарист музыкальной рок-группы Корбот. Привет! Рад вас видеть. Приветики. Опа! А повод нашей встречи – это выход вашего первого клипа. Так, все верно. Как называется клип? Клип называется так же, как трек. Это клип, снятый на наш первый сингл, который вышел уже, наверное, месяц назад. Называется так же, как и песня, собственно. В коллективе четыре человека. Кто они? Да, получается, что у нас четверо. Вот Саша, солист, я играю на гитаре. Есть еще барабанщик Денис и еще один Саша, бас-гитарист. Чем вы занимаетесь, кроме музыки? Ну, я непосредственно занимаюсь рекламой. Долгое время работал в концертном бизнесе. И сейчас все свои навыки применяю, скажем, грудь. По назначению. По назначению, да-да-да, наконец-то. 8 декабря у вас в баре Beer&Wine прошла презентация вашего сингла, да? Да, и большой концерт был. Как долго вы шли к этому? 3 июля у нас, кстати, у нас отчет называется. Да, в день независимости. Да, в день независимости. Так получилось. Вот, к концерту мы шли где-то порядка четырех месяцев. То есть у нас живая программа. Да. Мы, получается, выпустили трек перед концертом, буквально это 7 декабря. Но на самом концерте, на концерте мы играли где-то 40-45 минут программы. То есть это 11, 12, 13. Да, 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 да. То есть концерт был большой, и вроде бы получился неплохой. Так что кто не пришел, я думаю, нужно в следующий раз точно приходить. Сингл – признак внимания. В чем его посыл? Ну, по сути, припев звучит как быть тем, кем ты хочешь, всегда непросто. То есть многие люди пытаются делать, либо не пытаются делать что-то, да. Основной момент того, что некоторые идут к своей цели, некоторые не идут. Посыл песен таков, чтобы все шли к своей цели, чтобы признак внимания был, ну, у всех. Вот мы сегодня у вас на интервью, это же признак внимания, вот, от вашего телеканала, то есть по сути. Вот, так что, ну, в принципе, вот так. Мы непосредственно с ребятами пытаемся не делать конвейер, то есть не выдавливать из себя вот эту музыку. Ну, да, да, да. То есть мы если делаем то, что нам нравится, то есть вот. Расскажите историю создания песни. Как это все зарождалось? История очень простая. Саня скинул проект, мы его с ребятами посмотрели, разобрали, потом поиграли вживую. То есть это, наверное, было 3-4 репетиции, это, ну, условно, месяц. Какие-то внесли корректировки, доработки, то есть поработали там над текстом, над музыкой. И когда стало понятно, что все окей, сели за запись. Вот, единственное, что, наверное, за дня 2 или 3 до записи мы слушали-слушали и понимали, что что-то чуть-чуть не то. А почему так? Когда мы записали демо-версию песни, вроде все хорошо звучало, и мы могли уже выпускать, то есть, ну, когда ты начинаешь играть это вживую, вот, совершенно другие моменты становятся. То есть мы поменяли немного инструменты, гитары, барабаны, вот, и вокал стал не подходить. Что делать, что делать, мы все перепугались. По итогу я был дома, переписал вокал, сбросил вот Антону, Антон послушал, ребята тоже послушали, сказали, окей, это было за 2 дня до сведения музыки, то есть мы отправили, все вроде хорошо. Звукорежиссер был счастлив, потому что там было бы, пришлось бы намного больше работать снято. Как родилась идея видеоряда в клипе? И почему 2 локации? В чем подвох? Подвоха никакого нет. У нас было 2 идеи, но мы решили снимать что-то попроще. Первая идея была снять что-то концептуальное с сюжетом. Если брать, у нас было 2 локации, это студия и скейт-парк, который у нас находится, магистр на Немиге. И тема была того, что все-таки это альтернативный трек. Мы специально начали с этой песни, потому что мы могли там что-то сделать более коммерческое, то есть отправить, чтобы на радио, на всех радиостанциях, ну плюс-минус могло это играть. Оно и сейчас играет, потому что мы очень удивлены, это огромное спасибо большое вообще, что нас слушают и отклик очень хороший. Именно если брать скейт-парк, то это люди, которые занимаются экстремальными видами спорта. Чуть-чуть ближе к этому индукции, да, да, да. Ну и этот трек, он ориентирован больше на живые какие-то выступления, на живой перформанс. Да, это еще раз говорит о том, что нужно приходить на концерты, это звучит намного, все лучше, даже чем на записи. Ну что, пришло время вам представить свой клип. Уважаемые друзья, представляем наш первый и дебютный клип «Признак внимания». Надеемся, вам все понравится и вы получите массу удовольствия и эмоций. Нам часто не понять всегда, что нужно на цель, а по дням, от всех советы, а по всем. Но это явно не спасет. Придумав личный идеал, конкретно ставишь под удар свой шанс на правильный подход, прибавив только лишь забор. Признак внимания, непонимания. Это желание, вот здесь ума меня вверх. Все-все-все-все-все-вверх. Переосмыслив до конца, свои поступки и тела, Винничь кого-то не признав, чтоб постоянно был неправ. Мне нужно больше громких слов и фраз, размытых между струб. Поддумать, прежде чем сказать, и научиться понимать. Признак внимания, непонимания. Это желание, вот здесь ума меня. Быть тем, кем ты хочешь, всегда непросто. Пригода много, начни всегда ждать. Чего там больше, как только создал. Спешить не нужно, держись одна. Вверх! Вверх, 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 вверх. Не замечаешь никого, смысл только обогнув. Как перестать себя судить, невзгоду быстро пережить. Вверхушка айсбега видна, начали завтрашнего дня. Не подпадывайся так легко, кроме тебя больше никто. Поддумать, тем, кем ты хочешь, всегда непросто. Пригода много, начни всегда ждать. Чего там больше, как только создал. Спешить не нужно, держись одна. Перечиток, сижай своих дней. Топ-то внутри тревожься сильней. Переступив ненужный порог, Выбери путь за свой полнорог. Будь тем, кем ты хочешь, Всегда непросто, никогда так много. Начни всегда ждать. Чего там больше, как только создал. Спешить не нужно, держись одна. Быть тем, кем ты хочешь. Нашли всегда, 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 всегда. Всегда лежи за мной. А теперь о том, чем нас порадовали белорусские артисты. В преддверии Нового года студиоплей Елена Литовка, Ольга Дроздова и Юлия Яночкина выпустили новогодний клип «Вагончик». Алина Чижик с клипом «Белорусский Новый год». Катя Оушен и видеоряд на сингл «Nothing else matters». Ангелина Ярощук подарила нам новую песню «Загадай желание». А у Вероники Цубиковой состоялась премьера песни «Временно». Это была программа «Свизжак» на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь». Партнер программы «Кафе завтраки 2.0». Интернациональная 25А. Уютное место для теплых встреч. Ребята, привет. Мы находимся на объекте по адресу Карла Маркса. Это Сталинка, старый фонд. Мы реализовывали этот объект под ключ. Ребята, вот такой проект мы реализовали. Получилось, по-моему, очень классно. Мы занимаемся дизайнерским комплексным ремонтом квартир, офисов, коттеджей. Обращайтесь к нам, и мы сделаем максимально качественно, красиво и в оговоренный срок. С вами Василий Саворобец и немного фактов из мировых чартов. Пока весь мир и фанаты одной певицы ждали новый лит-сингл «Королевы Диснея», который, к слову, вышел 13 января, дискография музыкальной индустрии начала подниматься во многих чартах. Свершивший переворот в музыкальном мире хит-сингл «Miley Cyrus Wrecking Ball» впервые за 9 лет вошел в топ-50 американского отделения iTunes. В то же время, недооцененный широкими массами альбом «Plastic Hearts», подпрыгнув на 44 строчки, впервые за 2 года вернулся в топ-100. Сос Сизы становится первым женским R&B-альбомом, который провел 3 недели на первом месте в Billboard 200 после Beyoncé в 2013 году. Читатели Billboard назвали «Hold Me Close» за Бритни Спирс и Элтона Джона своей любимой песней года «Номер один». Видеоклип на суперхит Lady Gaga Born This Way преодолел порог в 300 миллионов просмотров на YouTube, став пятнадцатым видео-поп-иконы с таким показателем. В 2022 году Beyoncé стала первой артисткой в истории, которая одновременно заняла первое место в 23 различных чартах Billboard. The Weeknd и Taylor Swift в настоящее время являются самыми популярными исполнителями на Spotify. Суперхит Никиминаж Super Freaky Girl вернулся в топ-50 американского Spotify на 44-ю позицию. Вместе со стабильным стримингом песня также стабильно удерживает седьмое место в радиочарте Америки. Никиминаж становится первой и единственной рэп-исполнительницей, которая на протяжении 14 лет входила в чарт Billboard Hot 100. Издание Rolling Stone опубликовало список 200 величайших исполнителей всех времен, результаты которого незамедлительно повлекли за собой череду возмущений в сети. Дело в том, что издание в очередной раз проигнорировало легендарнейшую из ныне живущих исполнительниц Селин Дион. Казалось бы, куда еще хуже. Но следующий момент, удививший общественность, это 102-я строчка Taylor Swift. Почему удививший? Потому что такие исполнительницы, как Кэрри Андервуд, 158-я строчка, Алиша Киз, 185-я строчка и Келли Кларксон, 194-я строчка, находятся куда ниже, чем обладающая, не будем спорить, посредственными вокальными данными рекордсменка Taylor Swift. В конечном итоге топ-200 возглавляет Аретта Франклин. В пятерке лучших также находятся Уитни Хьюстон и Мария Кэрри. Из артистов, дебютировавших в 21 веке, выше всех находятся Адель, 22-я строчка, Ариана Гранде, 44-я строчка, Леди Гага, 58-я строчка, Риана, 68-я строчка и Эми Уайнхаус, 83-я строчка. Супер-хит New Jeans Detail впервые вошел в топ-10 мирового Spotify, набрав пиковые 3 миллиона прослушиваний за прошлые сутки. Это первая композиция среди групп четвертого поколения и третий кей-поп-коллектив после BTS и BLACKPINK, который смог добиться такого результата. Не под властной времени альбом Lany Del Rey, Born to Die, в очередной раз совершает рывок в чартах по всему миру. Так, на 464-й неделе своего нахождения в чарте Billboard 200, пластинка поднимается еще на 8 позиций и занимает 65-ю позицию, что является лучшим результатом для нее с 2015 года. В свою очередь в национальном чарте Австралии легендарная пластинка празднует свою сотую неделю пребывания в нем. Стоит отметить, что в этом месяце бессмертный проект Del Rey празднует свое 11-летие. Miley Cyrus анонсировала восьмой студийный альбом Endless Samba Vacation. В сеть уже слита три предполагаемых трека из нового альбома Miley Cyrus. Релиз пластинки состоится 10 марта. Кошка Taylor Swift попала на третье место в рейтинге самых богатых хвостатых знаменитостей. Капитал кошки оценили почти в 100 миллионов долларов. К своим восьми годам веслоухая киса с красивым именем Оливия Бенсон Смит успела получить несколько призов зрительских симпатий и мелькнула в клипах Taylor Swift, Blank Space и Me. А в одном рекламном ролике Оливия превратилась в единорога и прокатила хозяйку по волшебному лесу. На сегодня это все новости. С вами была Василиса Воровец. Увидимся на следующей неделе. Всем привет! С вами Миями Аби и это новости Legal Music на телеканале Европа Плюс ТВ Беларусь. Очень классно видеть, что за примером НК Юника и Шаловца следуют другие ребята. Флэфти Фаун собирается с друзьями и организовывает объединение Пономарева 3, которое в 2022 году уже успело дать шума. Флэфти Фаун полюса. Фредди Редд, хип-хоп-исполнитель из Минска. Творчество Жени смешивает искренность Макса Коржа и мелодичность хип-хопа середины нулевых. Не привязать! И закончим эту рубрику новым клипом и высотивой на трек Коса. Смотрим! Партнеры программы Legal Music и музыкальная школа Jam. С вами была Миями Аби. До встречи! С вами Александра Даниленко, музыкальная школа Jam. Анита рассказала изданию Billboard, что в настоящее время она работает над своим новым альбомом, который будет записан в стиле бразильского фанка. Рита Ора анонсировала свой новый сингл под названием You Only Love Me. Его релиз состоится в конце января. Группа Twice анонсировала свой новый англоязычный сингл под названием Moonlight Sunrise. Его релиз состоится в пятницу, 20 января. Вышел титер нового альбома Miley Cyrus – Endless Summer Vacation. Премьера пластинки назначена на 10 марта. Лид сингл Flowers выйдет 13 января. Но в сеть уже слили три предполагаемых трека с нового альбома Miley Cyrus – Endless Summer Vacation. Mirror и Fucked Up Forever, вероятно, не войдут в новый альбом, так как это материал RCA, ее прошлый лейбл. Сейчас певица находится в Колумбии. Да, сливы не свежие, но один из треков имеет вероятность на существование в новом альбоме. По сообщениям портала Deadline, Katy Perry и Z выпустят новый сингл, который станет саундтреком к мультфильму «Супербратья Марио». Выход мультфильма намечается на 7 апреля 2023 года. Siza выпустила альтернативную цифровую версию альбома SOS с новым треком PCA и оригинальной сольной версией Open Arms. Состоялась мировая премьера видеоклипа The Weeknd на трек Is There Someone Else? Трек вошел в последний альбом исполнителя Damn FM, которому уже год. Мировая премьера обновленной версии сингла Inni Yami, записанной совместно с британской рэпершей Стефлон Дон. Айя Накамура сообщила в социальных сетях, что ее четвертый студийный альбом D&K выйдет в пятницу 27 января. Супер новость! 50 Cent снимет сериал по мотивам знаменитой 8-й мили. И да, Eminem тоже в деле. Рэперы обещают, что телевизионная версия будет еще более захватывающей, а саму историю осовременят. Наконец-то первые релизы года посыпались. Естественно, сначала и скорее. Там люди не спят и днями и ночами сочиняют нормальный человеческий кей-попс. Первый мини-альбом выпустила группа Хайки, дебютировавшая в прошлом году. Супер роскошные морковные перекаты в жирном ванильном креме и на коричневом бисквите. Это не рецепт, это суть Хайки. Звук последние 2-3 года корейцы любят просто невозможный. Ну, взять, к примеру, открывающий трек Ring The Alarm. Количество хуков на квадратную секунду превышает все нормы. Вызывайте кей-поп-надзор! Комсомольск продолжает эксперименты с клипами. Если клип на «Мое окно» снимали школьники при поддержке сообщества «Киноканикулы», то трек «Сон наоборот» с прошлогоднего альбома «Ретро» экранизировали студенты Московского театрально-художественно-технического колледжа. Психоделичный видеоряд уместились в московские высотки, коллажи из вырезок, Даша с Ариной на подоконнике и даже рецепт домашних сырников. Вы смотрели программу новости шоу-бизнеса на телеканале Европа плюс ТВ Беларусь. Программу подготовили Марина Базилюк, Василиса Воробец, Александра Баранова, Александра Даниленко и Владимир Мухортов. Партнеры программы фотостудия «Фотохап» на Кубоколоса 1 и музыкальная школа древняя Герцена 2А. Продюсер программы Андрей Бояльский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова